За науку и двор стреляю в упор. Каково же это быть стаканом? Ты просто обижен на бога. Самосознание не является необходимым компонентом наличия сознания. Можно взять что-нибудь тяжелое и ударить лося по голове. Есть масса способов добиваться от испытуемого животного или человека какого-то ответа. Страх будущего. Друзья, всем привет. Это подкаст Страх будущего. Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у меня в гостях Антон Кузнецов, философ и мой хороший знакомый. Антон, привет. Привет, Илья. Спасибо, что позвал. И спасибо всем, кто слушает и смотрит. Да. Я сразу, как говорится, начну с своего первого вопроса. Я не знаю, смотрел ли ты другие выпуски. Я задаю его всем, как такой повод оставить летопись какую-то, потому что мы все когда-нибудь умрем, а это, может быть, останется. И людям еще важно, наверное, понимать, что они не сошли с ума, что они испытывают какие-то тоже эмоции, и другие люди испытывают эмоции. Поэтому как прошло твой 24 февраля, какие-то эмоции ты испытал? Ступор. Я думаю, это лучше всего описывает ступор, непонимание, потом какие-то хаотические попытки понять, что происходит. Ну и в этот день мы с нашим... Интересно так получилось, что с нашим деканом философского факультета, Алексеем Павловичем Козыревым, мы записывали подкаст, он назывался «Запрещенная русская философия» и был посвящен на части столетия философского парохода. Это известное событие, правда, этих пароходов было. Как раз сто лет недавно благодовщина. Да-да-да. И мы обсуждали, как вот плачевное состояние философии в России, но общий контекст был такой, что вот началось то, что началось, и продолжается то, что продолжается. Ступор. Это, я думаю, самое лучшее описание. Философия – наука? Философия? Ну, хочешь – наука. Хочешь – не наука. Поясни за философию. Раньше меня это беспокоило, вот, и я… Ввязывался в драке? Ну, в драке со мной, как правило, ввязываться лучше не стоит. Мы про это тоже, кстати, поговорим. Мои вот коллеги по цеху знают, что со мной лучше дискутировать, но не драться. Я часто раньше говорил, что вот наука, наука. Ну, и сейчас у меня просто изменилось отношение к слову наука. Вот я вдруг обнаружил, что присоединился к той части специалистов, которые считают, что наука в том плане, когда мы используем наука как оппозиция ненауки. Типа как глагол действовать. Это такой политический режим. Вот и все. То есть это такая возможность кидать концептуальные какашки в противника. Вот и все. Поэтому для меня не столь важно. Мне не важно, как вы это назовете. Меня интересует другое. Вот есть какие-то вопросы. Посмотрите на них. Они важны или нет? Они достойны изучения или нет? Если да, да пофигу. Наука, не наука. Не важно. Но часто, когда... Давай назовем клуб размышлений. Ну, клуб размышлений лучше тоже. Я бы сказал так, что если... Я думаю, что есть такая травма. У людей, которые учились... Много мы говорим про людей, но мы тоже же люди. Люди, которые учились в школе, у многих травма от физкультуры. Многие, кто учился там в колледжах, ПТУ, университетах, институтах, академиях, травма от философии. Да? Ну, вот. А вот у нас... Потому что она же везде, правильно? И часто рассказывают, что философия — это неведомая зверушка. Это не религия. На которую способны только избранные. Это не религия. Это не наука. А что же это? А это, понимаете... Отдельная форма познания. Это, знаете, это предельное. Не поняли? Ну, что же такое? Вот вы не поняли. Я не сторонник такого, с позволения сказать, эксклюзивизма. Эксклюзивизма, да? Или отношение, что вот это что-то такое уникальное, что вообще в области человеческого знания есть какие-то уникальные, магические, значит, домены, доступ в которые только по билетам или там, ну, я не знаю, у вас прошлые перерождения позволяют вам в эту область вступить. Я вижу, что в познании нет ни одной закрытой области. Не знаете нейронауку, только нейроученые не маги. Вы можете прийти, начать заниматься и будете разбираться. Просто, когда мы говорим об уникальности того или иного, той или иной дисциплины познания, мы вдруг начинаем действовать не... Извиняюсь за выражение, ненаучно. Хотя я уже сказал, что это вот... Ну, давайте на секунду. Ненаучно. По той причине, что мы делаем не какую-то область знания магической. Нет магических областей знания. Если вы умеете рассуждать, размышлять, вы способны к философии. Точно так же, как вы способны к математике. Там, геометрии и так далее. Реклама. Я уже рассказывал в одном из выпусков про сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». Каждый мой выпуск содержит частичку моей рефлексии. В каком-то смысле, это моя психотерапия. Разговоры с гостями, ваша поддержка, когда какие-то мысли, идеи вам откликаются, и вы чувствуете поддержку от меня и моих гостей. Уже не раз рассказывал вам о сервисе и о своем опыте психотерапии, но сегодня я расскажу вам про свою тревожность. Я очень тревожный человек и уже не раз говорил, что склонен КОКР. Но стараюсь держать это под контролем, чтобы это не влияло негативно на мою жизнь. Сейчас я занимаюсь психотерапевтом раз в неделю, несколько месяцев и уже вижу результат. Я стал спокойнее реагировать на триггеры, тревожность уменьшилась. Сеансы проходят на сервисе, в мобильном приложении или на сайте. Не нужно устанавливать дополнительный софт, сеансы не записываются и конфиденциальны. Сервис существует с 2017 года, и сервисом регулярно пользуются почти 200 тысяч человек. В текущей ситуации очень важно следить за своим ментальным здоровьем, потому что если оно сломается, то все остальные факторы уже будут иметь второстепенное значение. На мой взгляд, это почти так же важно, как потребность в идее безопасности, хотя многие откладывают этот вопрос на потом. Переходите по ссылке в описании, а по промокоду FUTURE вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. У меня есть рубрика, которая появилась вот только что. Я выписал цитаты Елены Блиновской, это такой гуру инфоцирования. О, я слышал о ней, но я ничего не знаю о ней. И выписал цитаты философов. Я буду их читать, а ты должен будешь угадать, кому эта цитата принадлежит. Как тебе такая? Быть счастливым — это означает брать ответственность на себя. Кто это, Фром или Елена Блиновская? Быть счастливым — это значит брать ответственность на себя. Пусть Блиновская. Правильно. И любить себя — значит позволять себе быть собой, а другим — быть другими. Это естественно. Но часто мы не хотим принимать такой порядок вещей, при котором не способны все и вся контролировать. Так. Фром. Нет, это Елена Блиновская. Ну, я пальцы в небо, сам понимаю. Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить. Ну, это Фром точно. Правильно. Выбор между жизнью и смертью скорее мнимый, чем реальный. Реальный же человеческий выбор между хорошей жизнью и плохой. Фром. Угу. Последние две были такие несомненные, я бы сказал. Подлинные желания гораздо труднее, чем кажется большинству из нас. Человек готов пойти на громадный риск, стараясь добиться цели, которая считается его целью, но чрезвычайно боится риска и ответственности задать себе собственные цели. Блиновская. Нет, это Фром. Все, что есть в нашей жизни, мы создаем сами. Наша задача — повышать сознание. Тогда появляется выбор. Ты, блиновская. Да. Ну, ладно, я не буду больше. У меня там больше этот. Это я подруги увидел, у Даши Корсунской. Она проводила опросы в Инстаграме и просила, и большинство людей путали. Илья, да это тупость. Ну, это тупость. Ну, пойми правильно, что... Почему это тупость, да? То есть вам... Я не раз сталкивался с такими тестами, что, о-о-о, вы вот не можете отличить, а это вот сказал такой человек, а это сказал такой человек. Ну, вообще, вообще, как многим родителям известно, дети могут сказать такое, что вы хоть стой, хоть падай, хоть как будто Синека сказал, да? Ну, каждый человек способен сказать что-то интересное. То есть, и вот вы не можете отличить блиновскую от Фрома или там чего-то еще, но это ни о чем не говорит. Не стоит по этому поводу беспокоиться. Нет, а я это не с таким контекстом. Это не с уничижительной подачей. У моей подруги это было в качестве как бы высмеивания. Но я другую мысль хотел закинуть. Очень часто, когда мы сталкиваемся с философией, это идет либо в контексте истории философии, то есть там рассказывают, вот были такие-то школы, диалектика, не диалектика, идеализм, не идеализм, Гегель, не Гегель и так далее. И нам говорят, вот как бы, вот просто, вот типа вот, вот есть вот так вот, выбирайте. Типа вы как в магазине, можете выбрать себе что-то. И нет какой-то итеративности в смысле, что вот это вот так вот развивалось и пришло к этому. Это все существует параллельно. То есть никто не запрещает тебе даже в 21 веке придерживаться, там, не знаю, идеализма, например, философского, или еще каких-то идей, да. Но при этом, когда мы анализируем вот какие-то цитаты, ну, потому что это все равно идет на уровне каких-то мемов, цитат каких-то крылатых, там, еще что-то, или каких-то концепций простых, которые дают интерпретацию, то есть там, например, не знаю, если ты там столкнешься с социалистами, они тебе скажут, марксизм это лучший инструмент для анализа истории, и так далее, да. И как избежать вот этого, я не знаю, как сформулировать правильно, избежать вот этой интерпретации, потому что это как с искусством, по сути. То есть вот мы смотрим на картину, и мы видим то, что автор там даже и не закладывал близко. И вот с философией у многих, и у меня в том числе, есть такая же ассоциация, что это вот они что-то там говорят в своих башнях, а то, как это наружу выходит, как это люди интерпретируют, это вообще отдельные какие-то процессы, и зачем тогда вообще философией заниматься, если это никак не влияет. Ну, в общем, я не знаю, путанно как-то и запутанно объяснил, наверное. Вопрос вот в чем. Значит, конкретнее попробую сформулировать. Как избежать вот этой интерпретации смыслов, когда вот ты пытаешься объяснить какую-нибудь философскую идею. Например, там, hard problem, про который мы обязательно дальше поговорим, и ты такой, вот мы смотрим на сознание так, и с точки зрения вот такой-то, вот эта проблема выглядит следующим образом. На что тебе другой человек? Так есть же и другие интерпретации. Они все равноправны. Так если все равноправны, зачем тогда эта псевдоконкуренция? То есть как мне выбирать? А если не надо выбирать, то зачем этим вообще интересоваться? Вот это те вопросы, которые у меня были в какой-то момент в голове. И мне кажется, что какая-то часть людей этими вопросами также задается. У тебя есть хоть какие-то размышления, может быть, на эту тему? Ну, во-первых, я не понимаю, зачем избегать интерпретаций, потому что интерпретации — это источник концептуального богатства и разнообразия. Вот, это очень важно. Но, опять же, я не вижу, что есть такая импликация, что множество интерпретаций подразумевает их рядоположенность, их равенство. Это вовсе не так. То есть из того, что у вас есть много интерпретаций, не следует, что все интерпретации, они находятся друг с другом в каких-то одинаковых отношениях или равнозначны, или что-то еще. Это просто неверно. То есть я даже не знаю, как этот тезис можно доказать. Вот как этот тезис доказать? Я даже не вижу инструмента, посредством которого это можно доказывать. Ну, возможно, кто-нибудь придет и докажет, не знаю. Но мне не представляется возможным создание самой методологии. чтобы так можно было сделать. Поэтому богатство интерпретаций этого бояться не стоит, первое. Второе. Мне кажется, что субъект познания, он должен обладать определенным и этическим портретом, который заключается в том числе в том, чтобы брать на себя ответственность. То есть что иногда люди хотят от философии? Нажал на кнопку, получил результат. Что люди хотят от науки? Нажал на кнопку, получил результат. Почему? Потому что все эти схемы, нажал на кнопку, получил результат, это схемы исключения человеческого фактора и пространства действия воли, где мы с радостью избавляем себя от бремени свободы. Поэтому такое отношение к познанию, вот инфантильное, я считаю, что оно просто не только этически является неприемлемым, но оно просто не позволит вам добиваться каких-то результатов, в том числе в науке. Потому что если кто-то думает, что в науке нет конкуренции интерпретаций, что в науке нет настоящей вальгалы бесконечных споров, то, мне кажется, кто-то придумал какой-то миф о научном знании, схожий с тем, что есть какие-то мифы о нациях. Это просто миф. То есть наука и философия в существенной мере именно как способы рационального познания мира не отличаются. И там, и там мы боремся с неизвестностью. Мы пытаемся получать вопросы, то есть получать ответы на такие вопросы, в отношении которых мы даже не знаем, как построить ответ. И это и в науке философии происходит. Те страшные или смущающие свойства философии, которые вы обнаруживаете, из-за которых вы готовы корить философское познание, эти свойства и характеристики являются свойствами всего научного познания. Ну это как, что наука не знает всего, да? Наука знает, что не знает всего. Наука не только не знает всего, но наука в существенной степени гетерогенно, разнообразно и противоречива, как и философия. Я понимаю, что для многих людей это может звучать неприемлемо. Я это понимаю. Я думаю, что многие даже не поняли значение слов, которые ты использовал. Ну, я уверен, что понимают. И мне кажется, что я тоже, знаешь, когда слушаю нероученых, я тоже что-то не понимаю. Понимаешь, вот есть такое отношение к философии, что, ой, что-то у вас какие-то термины есть. Вот вы, философы, любите, значит, вот это все там. Постмодернизм. Да, вот это все, знаете, брать и замазывать, вот эти жонглирования бесконечные. Чего вы по-человечески ничего не скажете? Простите, пожалуйста, а вы когда к медикам на прием ходите, и они там говорят, вы знаете, у вас там началось. Я знаю, что, ну, так как у меня моя, так сказать, любимая будущая жена, она в очень сложной области медицины работает, да, то я знаю, что когда врачи что-то рассказывают пациентам, то у них вот в голове какая-то музыка звучит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Выпейте таблетку вот такую, да. То есть нагруженность терминологии медицинского словаря, да, и способа там речи невероятная. Или физиков, или тому подобное. Но когда мы слушаем физиков и медиков или кого-то, с кучей терминологии, мы такие, о, окей, все нормально. Когда мы слушаем философ, такие, ты что, ты как можешь, почему ты используешь... То есть такое ощущение, что это не ощущение, это общественный отказ в экспертизе философского знания. Что здесь просто экспертиза быть не может. Поэтому вы не можете здесь, у вас не может быть здесь какой-то теории, или терминов, или чего-то остального. Я думаю, что это воспринимается как наукообразный текст. Знаешь, вот есть известный розыгрыш Сакала, когда этот ученый сгенерировал случайный текст и подал его в рецензируемый научный журнал. Может быть, опять же, у меня нет опыта прям прослушивания лекций большого-большого количества философов, но в общественном восприятии, наверное, философ, это человек, который бесконечно что-то говорит, 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 говорит. И это что-то с использованием научных терминов, как если бы там, не знаю, какие-нибудь эзотерики рассказывали там про термины из квантовой физики, чтобы оправдать эзотерику. Таких много. Но я просто к тому, что вот они какие-то термины нагружают. И понимающий человек понимает, что это бессвязный набор бреда, а непонимающий такой, о, как много сложных терминов, это, наверное, очень умный человек. Слушай, ну или скажешь, что я очень глупый. Говорят ли философы фигню? Говорят. Говорят ли многие философы фигню? Говорят. Говорю ли я фигню? Говорю. Дальше. Говорят ли ученые фигню? Говорят. Говорят ли многие ученые фигню? Говорят. Говорят. То есть то, что способ научного высказывания это способ прикрытия своего незнания или откровенной манипуляции мнением, это общеиспользуемая штуковина и не только философами, и не только учеными, но и обычными людьми, которые загребают руками бисер, и говорят, привет, сейчас я тебе кину. Это обычное дело. Весь тезис, который я продвигаю, грехи философов не являются уникальными. Это общечеловеческие грехи. По поводу терминологии еще вспомнил занятное исследование. Я не помню, в каком году его читал, может быть, лет 10 назад. Там, в общем, проводили опрос ученых на конференции научной. Я не помню, что это было по физике. Ну, условно, давай по физике. Так вот, на выходе ученых опрашивали, сколько процентов материалок, с которым они столкнулись на конференции, они поняли. И там, по-моему, уровень понимания редко достигал даже 40%. То есть люди, специалисты в своей конкретной области приезжают на профильную конференцию и не понимают даже половины из того, что на ней говорят. Ну, это большая проблема с форматом, я бы сказал, презентации научного знания в экспертном сообществе. Это чудовищная проблема, потому что если вы посмотрите на статьи, там, в естественной науке, то, что я обычно читаю, там, по нейронауке или по медицинской нейронауке, да, то это бухгалтерские отчеты. В принципе, формат научной статьи это вырожденческий формат. В том смысле, что они написаны таким языком, как будто бы эти люди реально не умеют говорить и не умеют писать. Никогда не писали сочинения, как я провел лето. Но это не так. Это просто какой-то... Я не знаю, каковы источники всего этого остального. Может быть, философы науки, историки науки лучше это знают. Почему такой стиль выражения сложился, да? Но этот стиль выражения, это не то, что позволяет нам передавать смысл. Зачем мы что-то делаем? С какими проблемами вы столкнулись? Прямо ни в коем случае не надо писать. Надо вот писать на каком-то эзоповом научном языке. И даже, смотри, есть там какой-нибудь специалист, который занимается, не знаю, когнитивной психологией, обучением. Вот он понимает, смотрите, вот если информацию подавать так-то и так-то, то она будет лучше усваиваться. Если с точки зрения такого специалиста посмотреть на научные статьи современные, как они пишутся, вот как они пишутся, это усваивать невозможно, потому что люди расстаются со смыслом очень сильно. И даже те, кто пишут статьи про то, как лучше учиться и усваивать информацию, подают свою же информацию таким видом, каким ее лучше не употреблять. Вот такой парадокс в целом. Сапожник без сапога. Про хард-проблем. Это сейчас разговор надолго? Да нет, можно недолго. Недолго, да. Ну, смотри, у меня был Михаил Лебедев, и он... Да, да, да. Да, и я его спросил, понятно, что это не его специализация, но он говорит, что перспектив никаких решений этой проблемы нет. И что это так и будут философы заниматься, и он видит единственную возможность это в изучении работы мозга с точки зрения нейрофизиологии. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто, может быть, не слышал никогда, что такое хард-проблем, коротко. Почему это важно? И какую роль в этом вопросе играют философы? Потому что, опять же, как я изначально погружался в эту проблему, я свое увлечение вообще нейрофизиологией начинал с лекции Константина Анохина. Это когда мне было там 18-20 лет. И я как бы настолько угорал по научпопу, что я за науку и двор стреляю в упор, примерно вот в такой позиции. И мне казалось, что все вот эти вот там Дэниэл Дэннет, потом я уже увлекся этим, но изначально сказал, ну какой хигней заниматься? Нет, чтобы мозг изучать, они там словами обмениваются, бестолку. И какую роль философы в этом играют? Или это все как бы в ступе воду толочь? Начнем с, что такое хард-проблем. Ты можешь, во-первых, догадаться, что я скажу, что это все вместе, и ступу потолочь, и смысл приобрести. Хард-проблем или трудная проблема сознания, придуманная философом Дэвидом Чалмерсом, это следующий вопрос. Почему процессы в мозге сопровождаются субъективными, приватными, феноменальными состояниями? Почему они не происходят в темноте? Вот такой вопрос. Так, объясни. Сейчас я вообще ничего не понял. Мы часто, когда говорим о сознании, используем метафору подсвечивания. Знаешь, свет сознания. Но давай подумаем о том, как ученый объясняет какой-то психологический феномен. Вот такой хардовый ученый. Психологи, они в этом смысле люди, находящиеся в очень странном пространстве, скажем так, между прям чистой-чистой эмпирической наукой, с ее акцентом на количественные методы, и какой-то гуманитарной наукой, с ее, естественно, акцентом на качественные методы исследования. Но вот если вы эмпирический ученый, такой хардовый, и вы исследуете ментальные, психологические состояния, то что вы делаете? Вы используете некоторые объективные имеющиеся у вас данные. Это поведение субъекта, это вербальные отчеты или какая-то экспрессивная деятельность, потому что люди способны к вербальным отчетам, другие существа, они могут какую-то эмоциональную экспрессию давать. Или, допустим, давать отчет при помощи, не знаю, движения рук и тому подобное. То есть есть масса способов добиваться от испытуемого животного или человека какого-то ответа. И третий момент — это знание физиологических фактов. Вот так. То есть три источника. Отчеты, физиологические факты и поведение. Это все объективные вещи. И когда мы это исследуем, то характер этого исследования не отличается от исследования вот этого объекта, стакана. Как я исследую стакан? Вот как он себя ведет в пространстве? Какие у него физические характеристики? То есть я исследую его по объективно данным мне свидетельствам. Вот так. Стиль исследования стакана и стиль исследования вот этого один и тот же. Но здесь помимо физиологической истории, помимо объективной истории, есть свойства сознания. Вот здесь нету. Стиль объяснения один и тот же. Тогда почему здесь... То есть стакан сам себя не объясняет, не изучает? Ну, стакан сам себя не объясняет. Но мы просто объясняем вот это вот все, как ученые, и вот это вот все в одном и том же стиле. Но у этого дополнительных свойств нет. А вот у этого дополнительные свойства есть. Это значит, что объяснение, которое для этого исчерпывающе подходит, для этого не подходит. То есть мы условно, как ученые, эмпирически исследуем человека, как зомби-систему. Нам не важно, есть ли там какой-то свет сознания или нет. Мы видим поведение, мы видим физиологию, мы видим там или слышим отчет. Вот. При этом нам в нашей теоретической конструкции нет необходимости говорить о том, что идет какой-то процесс в мозге, и раз, и там сознательное состояние, а потом идет другой процесс в мозге. Нет. Процессы в мозге, они непрерывны. Один процесс перетекает в другой и тому подобное. И сколько бы мы не рассказывали историю, объективную жизни нашего организма, нигде в этой истории у нас нет необходимости вставить. А еще вы знаете, существенным элементом этой истории является сознание. Ты сказал, что оно непрерывно, а как же сон, а как же там... Не-не-не, физическая история непрерывна. Физическая история непрерывна. Понятно, что сознание знает прерывы. Но физическая история организма, если он, естественно, не умирает, она непрерывна. И нигде в цепи физических событий нет места в объяснении для сознания. Вот я сейчас что-то говорю, да. Фанаты виртуальной симуляции, с тобой не согласятся. А что они скажут-то? Скажут, что мир существует только в том месте, на который ты смотришь. А за пределами твоего видения, то есть словно сзади тебя, мир не симулируется и прерывен. Я скажу, какая будет наука виртуальной реальности. То есть я опять задам себя вопросом, что значит, что субъект для меня, как для ученого, куда-то смотрят в виртуальной реальности. Это значит, что имеют место такие-то, такие-то, такие-то физические процессы, объективные. Вот что это значит. Мне не нужно, объясняя то, куда смотрит человек в виртуальной реальности, привлекать к этому ментальные факты. Мне это просто не нужно. Они в объяснении просто провисают, они выглядят как просто какой-то избыточной дополнительной теоретической конструкции, которая нам в объяснении не нужна. Но сознание-то у нас есть. Почему тогда процессы в мозге сопровождаются сознанием? Потому что сколько бы я... Я, например, скажу, ну, вы знаете, я вижу красное, потому что есть возбуждение в зрительной корея В4. Отлично. Но в зрительной корея В4, ну, там происходит какое-то возбуждение и разрежение нейронов, и это все, что там происходит. Там ничего красненького не возникает. То есть там просто одни нейроны там как-то сцепились с другими нейронами. Ну, то есть не сцепились, естественно, это неверно. Ну, в общем, происходит коммуникация. Да, какая-то, между нейронами. Это все, что происходит. С точки зрения... Ну, условно, как кровеносная система работает, нам понятно. Вот кровь идет, входит в сердце, выходит из сердца и так далее. А с нейронами как-то непонятно, потому что возникает вот эта высшая функция. Да, да, да. И проблема в том, что неврологическое объяснение, оно не дает нам вопрос, а почему вот эта неврологическая история сопровождается сознательными фактами? Она лишь может указать на то, с какими процессами в мозге, да, скоррелированы те или иные сознательные состояния. А не может ли быть наше сознание иллюзией? Вот в чем вопрос. Ну, есть такая позиция. Вот. Она называется иллюзионизм. И трудная проблема сознания — это проблема для реалистов. То есть это люди, которые говорят, что сознание реально. Да, оно реально. То есть когда вы чувствуете боль, это не иллюзия. Это вы прямо вот реально чувствуете боль. Ну, прямо точно-точно, поверьте. Ей-богу, вы чувствуете боль. Но при этом мы можем вколоть себе обезболивающее и не чувствовать боль. Значит, и боли нет. Так а где тогда? Боль возникает в сознании или нет? Ну, боль характеризуется, естественно, и как сознательное состояние, и как неврологическое состояние. Но просто когда мы говорим о возбуждении цеволокон, о работе переднепоясной извилинной, лимбической системы и тому подобное, эта история не нуждается в том, чтобы она чувствовалась как-то. Страх будущего Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов. Но, кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму. Нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boosty, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейджа съемок, закрытый чат-телеграм для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука. Отдельная благодарность утилитаристу Михаилу Батину. У меня, знаешь, какая фантазия есть, немножко дикая. Вот я представляю себе мозг, выдернутый вообще из тела. У него нет никаких рецепторов. Нет глаз, нет кожи, чтобы чувствовать... Мозг в бочке или мозг в чане. Да, да, да. Наверняка философы об этом размышляли. Так это же классический философский пример Хиллари Паттнума. А, ну вот. Правда, он его не придумал, он его использовал. Вот. И в этот момент вот мозг в вакууме, да, условно. У него сознание остаётся? Или всё-таки нам нужно получение внешних каких-то данных, чтобы обладать сознанием? Потому что я, например, ещё, опять же, я не философ, да, не претендую, но у меня есть ощущение, что с уровнем взросления уровень моей рефлексии развивался. То есть то, как я размышлял о своих эмоциях, своих чувствах в 16 лет, сильно отличается от того, что сейчас 32. И, соответственно, мне кажется, что это влияет и на моё сознание в том числе. Да, то есть способность к рефлексии, к анализу, сбору, обработке информации и так далее — это навыки, которые я прокачиваю теми самыми нейронными связями, которые в моём мозге образуются и так далее. В процессе получения визуальной слуховой информации и так далее. И вот мне всегда было интересно, если мозг вот в вакууме, у него сознание остаётся, или оно деградирует, или оно ещё что-то... А способен ли мозг просто на сознание без получения внешней информации? Ну, смотри, это не философский вопрос, это эмпирический вопрос всё-таки. Но, опять же, извините, дорогие неравучёные, если вы слышите это, и у вас может возникнуть какое-то неприятное ощущение. Дело в том, что область исследования сознания, она такая... Это ничейная территория, да? И раньше вот я сам испытывал какую-то ревность в отношении того, что психологи или там неравучёные говорят о сознании, и я думаю, а вот вы там не знаете такой-то философской штуки, да? Ну, к сожалению, это вот такая ничейная область, где никто не имеет исключительных прав на то, чтобы говорить о сознании. Насчёт мозгов в чане, да? Это эмпирический вопрос, и это нужно просто тестировать. Ну, а если ты говоришь о том, может ли быть сознание тогда, когда у нас есть сенсорная депривация, то есть когда нет условно каких-то внешних данных или тому подобное, да, конечно. Да, конечно. Потому что в советское время и, может быть, кем-то ещё сейчас разделяется такое время, вот отражающая концепция какая-то, отражающая метафора, да, что вот сознание отражает внешнюю реальность, то есть какие-то данные поступают, и сознание их просто отражает. Нет, сознание действует не так. Сознание, как и в целом мозг, да, работает как некоторое предвосхищающее, прогнозирующее и предсказывающая машина. И поэтому характер действия сознания, он проактивный. Он проактивный, он не пассивный, он не ждёт пока... То есть даже если вы обрубите все какие-то там источники стимуляции извне, да, будет внутренняя... будет внутренняя активность, то есть будет всё равно внутренняя активность сознания. Потому что это очень важно понимать, что сознание, это и оно, как и наша нервная система, да, в целом, и как организм проактивно. Просто вот я ещё задаю себе такой вопрос. А дети, у них есть сознание, вот маленькие ещё? Ну, как вот у животных сложно судить, есть у них сознание. Они его не помнят. Мало кто помнит свои ощущения до пяти лет. Да, давай разберёмся. Ты вот говорил про рефлексию, самосознание, что-то такое. Вот это то, что в литературе можно назвать рефлексивным сознанием. Вот размышляющим и всё остальное. То в этом самом смысле, если мы говорим о рефлексивном сознании, то, наверное, у детей, там, особенно у младенцев, сознания в этом самом смысле нет. Да? Но значит ли это, что у них вообще нет сознания? Нет, не значит. Потому что в первую очередь сознание, наличие сознания характеризуется способностью того или иного объекта или организма, неважно искусственного или являющегося результатом биологической или какой-то иной эволюции, способность этого объекта обладать субъективной, приватной стороной жизни. Другими словами, для этого объекта есть, для него его существование каким-то образом складывается. Вот для стакана нет его как-то. Стакану нет. Каково же это быть стаканом? Как же это быть? Вот такого качества в существовании стакана нет. А вот существование там ребенка, младенца, такое качество есть, потому что ребенок субъективно переживает происходить. То есть не просто там происходит зомбийная переработка информации нервной системы и есть какой-то респонс, есть какой-то ответ. Но помимо всего прочего, есть переживаемая, субъективная сторона этих событий, которая создает перспективу первого лица. Сознание у младенцев есть. По-моему, Женя Тимина у меня в подкасте, он еще не вышел, но выйдет в январе, скорее всего, она рассказывала про эксперименты, когда животным рисовали точку на лбу и ставили зеркало. И что они начинали осознавать, что это они, то есть они пытались ее стереть, смотря в зеркало и так далее. Это вот ты про такие эксперименты подразумеваешь? Нет, 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 это все, что относится к так называемому рефлексивному сознанию. Или еще часто приходится сталкиваться с таким мнением, опять же, ничего плохого в этом нет, что неявным образом отождествляют самосознание, вот self-consciousness и просто сознание. Вообще говоря, в современной исследовательской литературе, вот это и моя точка зрения, превалирует взгляд, согласно которому можно обладать сознанием без самосознания. Без самосознания. То есть ты обладаешь какими-то сознательными состояниями без того, чтобы всякий раз чекать, а я ли обладаю этим состоянием? То есть обладаю этим состоянием и этим состоянием обладаю я. Можно просто обладать неким состоянием без дополнительной мысли и этим состоянием обладаю я. То есть самосознание не является необходимым компонентом наличия сознания. Да, когда вы что-то сознаете, вы некоторым образом осведомлены об этом, но этот уровень осведомленности не настолько тяжел, чтобы обязательно было самосознание. Вот опять же, философы обожают боль. Философы сознания, вот они постоянно говорят о боли. Ну, потому что такой вот хороший пример, и люди... Я вспомнил анекдот из университета про сознание и боль. Ну, давай я сейчас скажу про боль. То есть когда вы испытываете болевое ощущение, несомненно, это сознательное состояние, потому что вам как-то есть свойство, каково это быть человеком, испытывающим боль. Не просто у вас что-то возбудилось, и тому подобное, а это чудовищно неприятное состояние, качественное состояние. Вот. Это сознательное состояние. И при этом вы можете испытывать боль без самосознания, без каких-то сложных рефлексивных моделей, без какого-то мышления или тому подобное. Вот раз вы чувствуете боль. Вот. Сознание в целом, это нечто более простое, чем мы привыкли об этом думать. Вот. Это не значит, что рефлексивное сознание или самосознание не является формами сознания. Это лишь значит очень простую мысль, что сознание гораздо проще, ну, в определенном смысле, чем мы нагружаем этот термин. Угу. У меня была история на первом курсе, по-моему, университета. Я пришел на пересдачу по философии, потому что пропустил экзамен. И у нас была какая-то встреча с коллегами в баре после работы. И это была вечерняя пересдача. Я, значит, такой немножко подвыпивший пришел на пересдачу. И сижу, как бы, ну, захожу, тяну билет, сажусь. И, значит, профессор этот, ну, преподаватель вызывает девушку. И там, ну, она ничего не может ответить. Он говорит, слушай, ну, типа, хватит уже страдать. Я сейчас задам тебе вот прям суперпростой вопрос. Если ты ответишь, я тебе ставлю, типа, пятерку и уходишь отсюда. Она говорит, я согласна. Он такой, говорит, как доказать, что у лося есть сознание? Не знаешь эту историю? Нет, нет. Ну, это просто уже как такая анекдот, миф. Она такая задумалась, короче. А я был подвыпивший, я такой, можно я отвечу? Он говорит, ну, давайте, тогда вам пятерку поставлю. И я эту шутку просто слышал от друзей каких-то своих уже. Я говорю, ну, смотрите, можно взять что-нибудь тяжелое и ударить лося по голове. Он же потеряет сознание, значит, оно у него есть. И он такой, молодец, пять. Так я сдал зачет или экзамен по философии, короче. Является ли это аргументом для философов серьезным? Да. Да, почему нет, да. Это вполне нормальное рассуждение. То есть есть у нас проблема других сознаний. У нас помимо того, что интересует вопрос, что это такое и как оно существует, нас интересует вопрос дистрибуции или распределение сознания там на планете Земля и, может быть, даже во Вселенной или вообще во всех случаях. Да, то есть в зависимости от того, какие у вас амбиции. Но так или иначе, существенная часть вопроса сознания заключается в дистрибуции сознания. Например, вот в жизни, в жизненных формах планеты Земля. Какие существа обладают сознанием, какие нет. это проблема других сознаний. Ну, определенная интерпретация этой проблемы. Но опять же, возвращаясь к трудной проблеме сознания, я хочу застрить внимание. Мне кажется, что многие слушатели этого момента не поняли. Трудная проблема. Почему трудна? Потому что мы не можем ответить на эту проблему стандартными методами естественной науки. То есть сколько бы вы не объясняли, как один нейрон связан с другим, как происходит масштабная коммуникация в коре или коммуникация коры с таламусом, или что-то еще, в зависимости от того, какие у вас есть теоретические преференции в отношении теории сознания эмпирической. То есть сколько бы вы не рассказывали эту историю, вы не ответите на вопрос, почему эта история ведет к наличию сознания. Почему материя обладает потенцией производить сознание? Почему планетарные системы не обладаются, ну, кажется, давайте так, на данный момент мы считаем, что не обладают, не обладают сознанием. Почему эволюция материи во Вселенной с большого взрыва, образование галактика, образование планеты Земля, заражение жизни на Земле, привела к тому, что какие-то материальные объекты во Вселенной, которые организованы по тем же самым фундаментальным физическим объектам, что и другие, но отличаются от них тем, что у них есть такие специфические свойства, свойства сознания. Это бог! Да, можно так отвечать. Можно так отвечать. Почему нет? Ну, просто я не сторонник такого ответа, что он мне кажется плохим. Ну, если кто-то так отвечает, отвечает я. Ты просто обижен на Бога. Тебе скажут. Мне сложно быть обиженным в отношении того, чего я не понимаю. То есть я буквально не понимаю, что такое Бог. Поэтому мне сложно, например, предъявлять претензии к христианскому Богу за то зло, которое есть в мире. Я бы предъявил, но было бы кому. То есть не в том плане, что его нет или нет. Я просто не знаю, о чем мы говорим, когда говорим о Боге. Ну, на самом деле, это первый вопрос, с которым я обычно начинаю дискуссии про религию или какие-то божественные концепции, что можете сначала дать определение своего Бога, иначе мы будем спорить ни о чем. Даже если дать определение, лучше не становится. Ну, в этом смысле да, но иметь в виду, что если человек не может сформулировать четко, в какого именно он Бога верит, потому что, ну, можно же там и в доистического верить, можно в монотеистического, теистического, там, миллиарды вариаций. Я просто к тому, что, как только ты начинаешь задавать вопросы, такой наш смолток, как уличная эпистемология, да, вот эти какие-то вопросы задавать, человек такой, а оказывается, он даже раньше никогда не задумывался. Ну, ладно, Илья, это гопничество. Да, окей. Это, ну, гопничество в том смысле, что я знаю людей, которые любят сводить вопросы к определению. Я знаю, то есть это не прям твоя вот тактика, там, абсолютная, да, но если вы хотите, да, подорвать дискуссию, давайте будем говорить об определениях. Вот самый лучший... Почему по определению? Я сказал задавать вопросы. Ну, нет, имеется в виду, что сходу, да, там, сказать, что такое Бог, ну, действительно сложно. Да, человек, который верит Бога или даже атеист, то есть это же касается, опять же, это касается всех лагерей, да, в среднем, когда я их спросила, ну, а что это, да, то есть если человек знаком там с теологией, он скажет, ну, вот совокупность всех совершенств, очень быстро. А если нет, да, что называется, вот с улицы, с холодного старта или фанат Сема Харриса, или фанат там какого-нибудь просто христианского проповедника, то так, там, может быть, и начнется искрить. Ну, нормальная ситуация. Смотри, для меня атеизм — это определение себя, как социальная группа, а не философская оппозиция. То есть если уж, типа, с философской точки зрения, то атеизм бессмысленен. Уж, грубо говоря, для чего-то... Ну, а как бы, какой смысл отрицать то, чего нет? Атеизм — это же отрицание. То есть это отрицание массовой веры. То есть если бы все верили в фей, то был бы афеизм как противопоставление. Вот, но фей, если верят, то не очень много людей. Вот, поэтому афеизма не существует. Понимаешь, в чем дело? Ценность здесь есть. Ну, мы, наверное, конечно, отвлеклись от нашего разговора, да, но бог — это очень интересный объект. Неважно, кто вы. Атеист или теист. Вот, это неважно. Бог — очень интересный объект с очень интересными свойствами, исследовать которые невероятно интересно. Вот, как вы знаете, вот в математике мы, допустим, я могу об этом говорить, как человек с первым математическим образованием, можно исследовать топологию. Там, N-мерные, бесконечно мерные. Кто скажет, так этого же нет, этого же нет, что вы это исследуете? Это абстракция. Да, но это супер помогает нам в обычной житухе, что называется. И здесь ситуация, ну, примерно такая же. У нас есть большая дискуссия в отношении онтологических обязательств. Или, грубо говоря, в отношении того, должны ли мы принимать существование тех или иных объектов или феноменов. Но самое главное, почему должны? Почему? Как устроен механизм определения существования? И когда... Я даже, будучи атеистом, буду смотреть на Бога. Буквально вчера с коллегами обсуждали книгу, посвященную аргументу Анцельма, известному, ну, антологическому, или аргументу совершенства. Вот. Мы обсуждаем эту тему существования Бога, да. Мы очень многое понимаем в отношении антологических обязательств. Как вообще мы работаем с категорией существования, как вообще мы определяем, что существует, а что нет. Поэтому атеизм, вот, как такая, не анти... То есть, атеизм может пониматься как антирелигиозная позиция, да, а может пониматься как позиция, вот, исключительно такая, теоретическая, что нет существа с такими-то, такими-то свойствами. И это, на самом деле, ответ на разнообразные антологические, или на разнообразные головоломки существования. И это продуктивная позиция. Продуктивная, но тогда проще объединить всех нерелигиозных людей в одну группу. Нерелигиозные не в том смысле, что они просто не относятся к религии, а в смысле, например, те же самые агностики, они, по сути, ну, опять же, там есть, типа, шкала какая-то, да, что есть агностики, которые более склонны верить в Бога, но, типа, его все равно нельзя ни найти, ни опровергнуть, ни проверить, а есть, которые более склонны к атеизму по шкале и так далее. Но концептуально агностик вот ничем от атеиста-то не отличается, на мой взгляд, опять же, или атеист от агностика, уж не знаю, кому как удобнее. Нет? Да, не отличается. А в чем-то, да, уникальность? В чем-то, да, на исходное. Уникальность в чем? Атеизма именно. Нет, смотри, вот атеизм, как идеализм и все остальное, это лейблы для определенного богатства позиций. Да? То есть, мы можем говорить о несуществовании чего-то, опираясь на разное представление о том, как устроен механизм определения существования. Вот. И наши суждения, теоретические суждения, будут разные. Более того, то есть, могут быть атеисты, которые говорят вот знаменитый антологический аргумент от совершенства или просто антологический аргумент. Ну, сейчас не важно, что это значит, но он не работает, потому что в его процедуре есть буквально ошибки. А кто-то скажет, нет, ничего подобного, вот логическая процедура, там какая-то логическая система модальная, в рамках которой мы все это рассматриваем, вот она крутая. И вот доказательство классное. Но по ссылке этого доказательства неприемлемое. То есть, это разумно. То есть, это... По ссылке, давай объясним, что такое в логике. Ну, основание, если просто основание, да, вот я, например, считаю, что посылки в доказательствах существования Бога должны быть аксиомами. Но я считаю, нет ни одного утверждения о Боге, который является аксиомой, то есть, который можно превратить в такую истину, которая была бы самой очевидной и прочее, прочее, прочее. Да? Просто вот, ну, пока вот на уровне, что называется, моего мнения. Но это все эти вещи, когда вы их узнаете, да, неважно, религиозные вы, антирелигиозные, это теоретически круто. Вы лучше начинаете разбираться в том, как работает механизм вот этого существования, почему то существует, то не то существует. и, опять же, допустим, люди, которые продуцируют такие доказательства, да, какие-то новые доказательства и так далее, они предлагают очень оригинальные способы посмотреть на существование. Это круто. Независимо от того, там, религиозный вы или нет, это обладает самостоятельной теоретической ценностью, потому что мы говорим об объекте с уникальными свойствами. То есть, так же, как нигде же нет идеального шара. Правильно? Ну, нигде нет идеального шара, но мы исследуем эти свойства. То есть, ну, да, это... У Дерека Маллера, кстати, на канале есть видео про идеальный шар. Реклама. Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющие кругозор книги, а по промокоду FHUCHA вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru. Читайте умные книги. Страх. будущего. Этот... Я еще вспомнил про этот... Про догмат. Я просто много размышлял вообще про философию познания, философию в целом и пришел к такой мысли, что про науку у меня есть только один догмат, что мир познаваем. То есть, вот других каких-то я вроде не наткнулся ни на что такое. Что ты про это думаешь? Что? Ну, я бы сказал... Я бы не сказал, что мир познаваем. То есть, ты не веришь в 100% возможность познать мир? Я бы сказал, что что-то можно узнать. Что-то можно узнать без стопроцентной гарантии. Вот так. потому что всякое знание... Опять же, это может быть... Как известный круг, когда ты в нулевой точке и к окружности идешь. Ну, тут, понимаешь, может... Я фаллибилист. Я считаю, что в силу просто ограничений меня как познающего субъекта, ограничений просто структуры меня как познающего субъекта, ограничений моих психологических, ограничений знаний эпохи и тому подобное. Всякое знание, даже если не знаю процедуру представления ошибки, может оказаться ошибочным. То есть... Ну, я, естественно, не знаю, что я не воспринимаю какие-то вещи как истинные, но я всегда держу в голове на затворках вот такую возможность просто в силу принципиальной ограниченности во многих отношениях моей познавательной ограниченности. А где на твой взгляд происходит вот эта граница появления сознания? То есть, опять же, все, что мы знаем про животный мир, что вот есть нервная система у каких-то животных, она там в процессе эволюции появилась, более сложная, усложнялась, 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 появился мозг, кора, отдельные зоны мозга и так далее. Вот насколько ты интересуешься нейронауками и так далее, есть ли сейчас понимание, а в какой период собственно вот это сознание, что хотя бы как гипотеза мы думаем, что появилось? То есть, когда вот этот качественный скачок произошел? Ну, если бы здесь сидел другой бы специалист, то может быть, он сказал, что есть. я скажу, что нет и скажу, что скорее всего никогда этого не будет, скорее всего никогда этого не будет, потому что здесь вообще неприятный круг. Чтобы ответить на вопрос, где у вас появляется сознание, вот на эволюционной лестнице, да, вам нужно иметь теорию, вам нужно иметь теорию сознания. Чтобы иметь теорию сознания, вам нужно ответить на вопрос, где сознание появляется. То есть, здесь такие отношения к курице и яйце, что называется. Поэтому... Кстати, у науки уже есть ответ про курицу и яйцо. Я не сомневаюсь, что есть какие-то ответы, но общая моя позиция заключается в том, что ответ на этот вопрос зависит от того, как вы понимаете сознание, какова ваша теоретическая установка. То есть, если вы, например, ограничиваете, если ваши теоретические построения ограничены биологическими системами с критикальными, то есть, где есть кора мозга, то вы скажете, то ваша теория, она предсказывает, что отсутствие коры влечет отсутствие сознания. Но многие люди, которые занимаются той же теорией глобального нейронного пространства, которая является кортикальной, или вот, допустим, кортикоталам... кортикоталамусная... Вот сейчас могу неправильно сказать. Таламус как раз это высшая когнитивная функция как раз, да... Да, ну, в общем, теория, которая связана на особой, увязана на особой коммуникации между таламусом и корой, да, вот это такие биологические теории, которые неявным образом сильно сужают пространство сознательных существ, да. Но отвечают ли они на вопрос, где появляется сознание? Нет. Они просто, наоборот, оказываются в ситуации, когда такие, блин, да, вот наше построение с корой работает отлично, но кажется, что некоторые существа без коры, они тоже способны к сознанию. И тогда скорее мы должны отредактировать нашу теорию, вот, чем принять ее следствие, что многие существа, демонстрирующие довольно сложное поведение, вот, не обладают сознанием. То есть мы видим, наблюдаем, что то, что выбивается из нашей теории, значит, что-то в ней не так. Да, это исследование сознания через то, что Тим Бейн называет Contested Cases или оспариваемые случаи. Вот я Бейну предложил более развернутый аппарат, я считаю, что мы должны говорить о спорных случаях, спорных существах и спорных критериях. Сейчас продемонстрирую. То есть у нас какая-то теория сознания, она работает в отношении неспорных случаев, где мы понимаем, что вот есть сознание, и все прикольно. Это, например, сейчас мы с тобой точно находимся в сознании. Это не Contested Cases, это не спорный случай. И у нас есть, допустим, теория глобального нейронного пространства, для которой какие-то интенсивные процессы в Коре, они довольно важны для того, чтобы было сознание. Ну, вообще, многие люди считают, что активность коры, она существенна для наличия сознания. И мы задаемся вопросом в отношении пациентов, привыкли их называть в вегетативном состоянии, но сейчас общая стратегия все-таки не называть их пациентов в вегетативными состояниями, а называть их вот это unresponsive wakefulness, русского термина еще не сложилось, ну, наверное, давай я так и скажу, безответное бодрствование, безответное бодрствование. Это contested case. Почему contested? Потому что нет поведения, которое мы обычно связываем с сознанием, нет физиологии, которую мы обычно связываем с сознанием, но существо неоспоримое, человек, то есть человек в целом способен к сознанию, он находится в таком состоянии, которое является contested, то есть которое оказывается оспариваемым. И тогда мы задаемся вопросом, что мы должны предпочесть, наличие или отсутствие сознания? Многие говорят, сознания там нет. Вот благодаря исследованию Эдрина Оуэна и многих других ученых при помощи, есть такая парадигма, она называется парадигма следования правилу, command following, не правилу, а командам, command following, то есть если тебе дают какую-то инструкцию, ты можешь исследовать, ну, ты находишься в сознании, вот это такой критерий очень хороший, если человеку, если мы даем инструкцию, и человек действует в соответствии с этой инструкцией, то есть в состоянии корректировать свою модель поведения так, чтобы следовать инструкции, то, ну, это оверкилл, то есть это реально есть сознание, то есть это прям очень хороший критерий. А на тренированные животные к такому не относятся? В логе животных есть сознание. Не, не, имеется в виду, что ты их надрессировал, и, соответственно, вот они действуют согласно инструкции, но при этом они, ну, это, наверное, вопрос терминологии, просто в моем понимании сознание, это, наверное, больше рефлексирующего, то, что ты называл, вот поэтому я постоянно каждый раз меня сносит немножко в сторонку. Ну, окей, да, извините. Ничего страшного, то есть у животных, несомненно, есть сознание, потому что они в состоянии следовать, ну, каким-то инструкциям, ну, возьми в качестве примера, или чего-то изобретать, вот обезьяны, да, которые вместе могут соединять палочки, веточки, да, то есть создавать какие-то инструменты, там, то есть это нет сознания, обалдеть. Тогда какие, что вы еще хотите, хочется спросить. Ну, это лишь одна из парадигм, то есть понятно, что можно и другие. А, кстати, вот мы же все смотрели наверняка на какие-то видосы в интернете, где люди тупят над очевидными, вот, казалось бы, штуками, и что у этих людей нет сознания. Нет, 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 смотри, просто вот есть, хорошая парадигма, вот, которая, вот, если срабатывает, ну, точно есть сознание, если не срабатывает, ну, это еще не значит, что нет. Вот, и все. В данном случае, да, пациенты в безответном бодрствовании, вот сейчас это так называется, безответное бодрствование, они, как раньше казалось, не в состоянии вообще ни на что реагировать. То есть, вот, у них могут быть фазы бодрствования сна, они, может быть, движение зрачков, и родственники так, блин, там, все, да что-то там, значит, происходит, вы что, там, он точно видит, что-то интересуется, но это легко установить, что это хаотическое движение. Но, благодаря вот тому, что появился инструмент функциональной магнитно-резонансной томографии, то есть, который позволяет локализовывать по метаболизму какую-то активность в мозге, стало возможным протестировать в этой парадигме людей. И выяснилось, что, вот, если попросить, там, пациентка была, представить ее, как она играет в теннис, да, то можно увидеть в моторной коре возбуждение. В моторной коре возбуждение. И можно попросить, там, ее, допустим, ориентироваться в пространстве, и вот можно увидеть, что в первичной моторной коре есть возбуждение и возбуждение в парогипокомпальные извилины. Вот. ну, просто вот она отвечает за ориентацию в пространство точно так же, как и связанный гиппокамп. У обычного человека точно такие же зоны горят. Моторные области, пара гиппокампальная извилина. И она по заданию представляла и играла в теннис. Представляла, как горят теннис или ориентируются в пространстве. До этого считалось, что пациенты вегетативном состоянии это крышка. Это просто люди, которые дышат, которые справляют нужду, которых можно искусственно питать. И все. Это просто кусок тела. То есть у России все-таки есть надежда. Извините. За пределами экспертизы, да. Просто, что как будто бы большая часть населения РФ это вот безответный этот пациент. Ну, я так не считаю. Да? Ну, слушай, ну, это просто... Я понимаю такое искушение относиться так высокомерно к людям, если... Не высокомерно ни в коем случае. Ну, если тебя не устраивает реальность, да, то если реальность не устраивает, значит, она должна быть аморальной. Вот так. Нет. Я скорее это шучу в том смысле, что наоборот, как бы у меня скорее пессимистичное настроение. Это симптоматичная шутка. Да. Вот. И ну, вот можно выяснить, да, что люди... Там вообще интереснейшая история. Сейчас я не буду просто все подробности рассказывать, как потом еще кое-что придумали интересное сделать. Ой, тут... Заинтриговал. Да, 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 да. Ну, в общем и целом, вот сейчас, да, вот есть консенсус, что какая-то часть пациентов, которая переходит в состояние вегетативное, вот, является пациентами безответного бодрствования. Вот так вот. А это вот похоже на то, что вот мозг в бочке в каком-то смысле? Или он все-таки получается сигнал? Нет, 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 нет. Здесь не похоже, потому что здесь, да, есть, во-первых, внешняя коммуникация, да, там может быть разная коммуникация, но это внешняя коммуникация. И, помимо всего, почему мы... То есть они не только ничего не делают, да, там, ни на что не реагируют, но у них, как у любых пациентов в коматозных состояниях, то есть обычно вегетативные и коматозные состояния противопоставляют, но вообще, если вот согласно там таблице Глазга или что-то такое, да, то вегетативное состояние это одна из фаз коматозного состояния. Вот. И это очень плохо. То есть если сразу, если из комы в бодрствовании, класс, если из комы вегетативное, очень плохо. Очень плохо. Ну вот вернемся, да, к тому, о чем я говорил, то у этих пациентов вот в коматозном состоянии, вегетативном состоянии сильнейшее торможение в коре. То есть это как снимают ночной город, да, и там много всего горит, электричество и все остальное, да, это нормальное состояние. А потом снимают город и вообще ничего не горит, да. Что можно сделать? Какой вывод можно сделать? Ну, наверное, просто все люди уехали и там людей нету, да. Здесь точно такой же вывод. Торможение в коре настолько сильное, что вот на функциональное МРТ ну, все очень плохо. Поэтому у нас есть поведенческие и физиологические основания отсутствия сознания. Но... А это влияет на скорость? Или я не так понял? То есть условно, вот активность коры уменьшилась, там, не знаю, на 99 процентов. Один процент ФМРТ зафиксировать условно там не может или очень плохо. И вот этот один процент хватает, чтобы все равно функцию сознания выполнять? Ну, смотри, сложно здесь говорить в процентах, да. Ну, я, да, утрированно так очень. Ну, да, оказывается, что при даже сильнейшем вот торможении вероятность того, что человек может испытывать сознательное состояние сохраняется. Более того, сознательное состояние такого порядка, которое подразумевает, что он может вовлекаться в какую-то коммуникацию. Не знаешь, что это напомнило? Мы... К нам тут на запись недавно приходил сомнолог, не ко мне, на подкаст, другой. И я ему задал вопрос про осознанные сны, сновидения. И, значит, он мне там коротко постарался объяснить, я, может быть, что-то не так понял, но как будто бы, как будто бы, вот то, что ты рассказываешь про вот это вот вегетативное состояние, очень перекликается с сознанием во время осознанных сновидений. Нет? Нет такого у тебя. Просто там примерно то же самое, то же торможение. То есть там же, как типа сон происходит во время быстрой фазы сна, тебя всю моторную функцию отключает, но зона мозга при этом всё равно работает моторной. Ты можешь представлять, как ты играешь в футбол или ещё что-то делаешь, и на ФМРТ будет показываться, что у тебя вот эти зоны мозга ну да, да. Естественно, активность коры во сне, она снижена. И вот яркий пример, да, лунатизм. Что здесь происходит? При лунатизме таламус включился, а кора не включилась, кора не проснулась, и поэтому вот можно бродить, ходить и что-то там делать, но без всякого сознания, да. А сонный паралич обратной ситуации. Кора включилась, вы проснулись, а таламус такой, извините, извините, но сейчас вы будете чувствовать, как что-то на вас сел, и вы не можете двинуться. Да, и дышать. Да. Да, интересно. Но тебе тоже кажется, что есть что-то похожее с осознанными сновидениями? Не решусь здесь высказывать мнение. Ну ладно. Страх будущего. Я хотел еще, на самом деле, несколько тем обсудить, но уже тайминг выходит, поэтому я тебе задам такой вопрос. В твоей жизни очень большую роль играет спорт. Да. Как ты вообще к этому пришел? Почему для тебя это важно? Да, это просто стиль жизни. Я с детства занимаюсь спортом. Я долгое время был в семье единственной, кто хотя бы не кандидат мастера спорта. Смотрели косо. А так общее мое такое отношение, что жизнь должна быть похожа на какое-то приключение. И спорт для меня важен не тем, что я поддерживаю здоровье, но это важно, но эта мотивация очень слабая. То есть, если вы думаете, что вы сможете заниматься спортом такой мотивацией, то, скорее всего, нет. То есть, из желания. Должен быть какой-то интерес. И для меня это то, что спорт обеспечивает мне какую-то приключенческую часть, как и философия, приключенческую часть жизни. Просто так интересно жить. И это позволяет заниматься спортом, все остальное. Плюс это свобода. То есть, когда вы куда-то идете и ходите, и вы не обращаете внимания на ограничение вашего тела. Вот. Это же большое дело, что вы захотели куда-то поехать, что-то еще, или вам надо было... Я не знаю, масса ситуаций, где мы вовлекаемся в какую-то активность, да. И мы буквально можем чувствовать, как наше тело является грузом. Физическая культура делает тебя более свободным, в том числе в мышлении. Ну, есть исследования, которые показывают, что занять спортом на когнитивные функции положительно влияет? Ну, влияет на когнитивные функции и является хорошим способом таким превентивным в отношении нейродегенеративных заболеваний, да, потому что многие из них носят сосудистый характер, а именно ухудшается снабжение кровью и кислородом мозга с возрастом, да, и в этом самом смысле там решение когнитивных задач, оно не столько важно, сколько качество кровоснабжения, а качество кровоснабжения обеспечивается не тем, что вы решаете математические задачи, может быть, конечно, и этим, но в большей степени тем, что вы двигаетесь, поэтому, да, это вот очень движение там активное, особенно циклические виды спорта, да, где вот активная циркуляция крови происходит, это для сохранения когнитивного здоровья, это очень важно. Страх будущего. У меня есть Блиц, с кем из людей прошлого и настоящего ты бы хотел встретиться только с одним человеком и поговорить, например? Да ни с кем. Ни с кем. Ни с кем. Кто тебя вдохновлял? Были ли такие люди? Были, их очень много. Очень много. Боишься смерти? Да. В чем счастье лично для тебя? Не знаю. Хорошая еда когда-нибудь. самореализация. То есть ничего необычного. То есть если бы ты был животным, то каким? Таракан. Почему? Хрен убьешь. Что такое справедливость? Справедливость? Интересный вопрос для философа. Я думаю об этом надо разговаривать. То есть это не так не пойдет. Окей. Ну это же блиц, ты можешь отвечать как тебе угодно. А как ты себя успокаиваешь? Сменой деятельности? Сменой деятельности? Ну не знаю, там тем же спортом, не знаю, сексом. Тебе секс успокаивает? Да, вполне. Меня от обнимашки успокаивают. У кого-то обнимашки, то есть небольшая порция алкоголя. Есть масса способов, как можно успокоиться, можно медитировать. Я не знаю. Страх будущего. Конкурс. Значит, у нас сегодня книга «Разум в тумане войны». Я сам эту книжку не читал, но говорят, классная. Что нужно сделать? Расскажите в комментариях свою историю, как вы смогли сохранить отношения со своими близкими или восстановить коммуникацию, переубедить или просто выстроить коммуникацию доверительную и уважительную. Вот, наверное, получилось ли у вас и если да, то как? Норм конкурс? Да, хороший конкурс, такой терапевтический, потому что, как только вы начнете это писать, вы одновременно начнете продумывать, как вам это еще лучше сделать и как выбраться из ситуации, когда у вас вследствие того, что происходит, оборвались связи буквально с близкими людьми и друзьями. Вот, давайте так и поступим. Соответственно, пишите в комментарии. Это был подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у меня был в гостях Антон Кузнецов, философ, математик, бывший военный. Бывший военный, спортсмен, красавчик. Мы обсудили, на самом деле, правда, очень много тем, поскакали. Если какая-то тема вас заинтересовала детальнее, напишите в комментариях. Ну, давайте не забывать, что я специалист все-таки по сознанию. По сознанию. Поэтому про это можно, я точно могу больше сказать. Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Илья, что позвал. Подписывайтесь на канал. И у Антона есть, кстати, свой подкаст «Неискусственный интеллект», который в этой же студии записывается. Поэтому подписывайтесь, ссылочка тоже будет в описании. Там много ученых, философов рассказывают про сознание, мозг и вообще много разных тем интересных. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Особая благодарность магистрам-джедаям Тиму Колотову и Александру Лебедеву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok